Приветики! Сегодня хочу вам показать Пном Пень. Это столица Камбоджи и буду покажет ее такой, какая она есть. Сейчас я нахожусь в когда-то французском квартале и до семидесятых годов это был очень процветающий квартал и здесь проводились разные выставки, фестивали и так далее. А сейчас этот квартал выглядит довольно таки уныло. После Пном Пота и войны красных кмер этот квартал пришел в упадок. Сейчас я направляюсь к храму Ват Пном, к тому храму благодаря которому и, согласно легенде конечно же, построили этот город Пном Пень. По дороге увидел такую детскую площадку, все довольно стрёмно, бетон и железо, не знаю. А это красивое здание Пном Пенский Рес. Видно где денежки крутятся. Ну а сейчас мы на территории знаменитого храма Ват Пном. Если пройдете со стороны, денег платить и не будете. Если пройдете с центрального ухода, вам придется заплатить, вот я точно не помню, то ли один, то ли два доллара. Теперь немного о легенде, как появился этот храм. Итак, согласно легенде, город был основан монахиней по имени Пень, которая однажды, гуляя по берегу реки, увидела что-то блестящее на проплывающем мимо бревне. Выловив это добро, она обнаружила пять статуй Будды, четыре каменных и одну бронзовую. Возле ее дома насыпали холм, установили алтарь, рядом с которым и разместили чудесную находку. Позже на этом месте был основан монастырь и пагода Ват Пном, а город назван Пном Пень, что расшифровывается как Пном – холм, а Пень – имя монахини. Сейчас я нахожусь в китайском храме, а вот буддистский находится как бы этажом выше. Вот он перед вами, сейчас я зайду внутрь и вы посмотрите, как выглядит храм этот внутри. Благо здесь туристов нет и можно спокойно посмотреть, что, где и как. У буддистов принято приучать детей к религии с самого-самого раннего возраста. Вот вам пример. Кроме основного храма на территории находится еще ряд маленьких храмов, огромный старинный барабан, а также ступа. Каждый храм имеет при себе огромную ступу. Территория храма не очень-то и большая, но на ее территории есть такие вот замечательные часы. Они, кстати, действующие. А еще я здесь нашел такую замечательную хрюшу. Гуляя по территории храма, увидел и бездомных. Они здесь повсеместно, а вот вокруг храма просто толпы тук-туков. Такие вот мини-мастерские по Пнампеню повсеместно. Как, впрочем, и такие вот полировочные цехи. Их здесь тоже по Пнампеню великое множество. Вот, что собой сейчас представляет колониальное здание. Кстати, здесь очень много крутых брендов за небольшие денежки. Конечно же, это подделки. Но есть. А вот как преподносить еду монахам. Ну а сейчас я вас поведу еще в одно очень и очень колоритное место Пнампене. На местный рынок. Именно местный, совсем не туристический. Потому что на местном рынке, во-первых, все дешевле, а во-вторых, вы видите реальную жизнь. Так вот, здесь можно купить все в плане продуктов. Здесь есть овощи, есть фрукты, есть морепродукты, есть мясо. Одно неудобство. Вроде бы места, тротуары и проходы сделаны для людей, но эти вот байкеры просто задалбывают. Они по-наглому ездят куда хотят. И нужно быть очень осторожным. А пока что я иду через рынок и можете посмотреть, какие продукты здесь можно купить. Еще раз говорю, что цены здесь процентов до 50 дешевле, нежели на туристических рынках. Многие люди не знают английского, поэтому можете общаться или на пальцах, или с помощью калькулятора. Ну, можете и торговаться, если знаете к мерзким. Хотя, после того, что вы услышите насчет цен, вам вряд ли захочется еще торговаться, ежели вы сперва были на туристическом рынке. Здесь все очень и очень дешево. Но будьте очень и очень внимательны, потому что постоянно то мотоциклисты проезжают, то какие-то непонятные люди проходят. И следите за своими вещами. Кто его знает? Это же все-таки Пномпень, столица, и здесь есть очень и очень много, ну скажем так, людей без домов. Не будем их называть некрасивым словом. Вот видите, рыба, она еще свежая. Здесь морепродукты все свежие. А что это значит? А значит то, что они совсем не из моря, а доставляются сюда из озера Тон-Лесап, который находится совсем недалеко. Там есть так называемые фермы, где это все выращивается. Но я лично покупать это все не стал, потому что я был на озере Тон-Лесап и я видел, что собой представляет это озеро. И после увиденного, поверьте, что вы тоже не захочете ничего здесь покупать. Хотя на вид все красиво и довольно аппетитно выглядит. Ну, здесь уже, конечно же, решать только вам. Если вы не были на Тон-Лесапе, смело покупайте. Вас не будет грызть совесть и картинки не будут перед глазами у вас возникать об озере Тон-Лесап. Ну, а если были на озере, ну, смотрите сами. Рынок этот огромный. Здесь таких рынков есть несколько. Есть стихийные, есть выделенные. Но голодными вы точно здесь не будете. Так как я готовлю себе сам, то для меня такие рынки самые то. О ресторанах и кафешек я абсолютно ничего не знаю. Но цены там большие. А сейчас я покажу вам набережную. Это такая променадная улица, вдоль которой вы сможете увидеть две реки. Первая река называется Тон-Лесап. Она называется по имени озеро. А вторая река это знаменитый Меконг. Они на набережной Пномпене встречаются вместе. И воды Тон-Лесапа коричневые, а воды Меконга на фоне реки Тон-Лесап просто голубые. Вдоль набережной есть много кораблей, которые возят вечерним временем туристов по реке. Также здесь есть много лавочек. И если вы спортсмен, здесь есть спортивные площадки. Никаких увеселительных мероприятий непосредственно на набережной нет. Очень много людей, которые не имеют жилья. Да, это есть. Этим людям повезло больше. Лодка это их жилье. Ну и пропитание. А так выглядит река Тон-Лесап. Не очень красиво, правда? А вот через дорогу от набережной просто куча кафешек, ресторанов и всяких увеселительных заведений. Кстати, на этой променадной улице очень много беспризорных детей. За ними никто не следит. Есть на набережной много красивых лужаек, но и есть одно очень жесткое но. Повсеместный запах мочи и очень сильный. А вот это Майбах. Представляете себе? Некоторые люди умудряются разрабатывать местные побережья под огороды. Они очень молодцы. Еще одной проблемой в Номпене стало то, что старые постройки разрушаются и на их месте строятся новые отели. Все ради денег. А вот так живут люди под мостом. Да, здесь живет целая семья. Я сейчас на мосту, который ведет с одного берега Пномпене на так называемый остров Пномпене. Именно этот остров разделяет реку Тон-Лесап и реку Меконг. Сейчас вы видите реку Тон-Лесап. Меконг находится на противоположной стороне острова. И я туда не дошел. Слишком большая дистанция. Как видите, очень много появилось многоэтажных зданий. И многие напоминают здания, которые находятся в Куалумпе и Бангкоке. А сейчас вы увидите проплывающий прямо подо мной сухогруз. Такими вот сухогрузами здесь перевозят песок. Они его берут на месте, где сходятся две реки. И нагружают эти вот баржи настолько, что остается на поверхности буквально сантиметром, ну может два борта. Все остальное опускается под воду. И вот такие вот груженные эти баржи плывут. К сожалению, пока я находился на мосту, таких барж не проплывало и я не могу вам показать. Просто показываю вам пока что пустую баржу. Но она довольно внушительных размеров. А вот посмотрите на мать и ее ребенка. Ей наверное 15 или 16 лет, не более. И что делается под этим мостом, где живут эти люди? Если вы здесь живете, люди, вы не можете у себя убрать это все. В мусорнике живут и этим всем дышат. Вам не передать. Такой вот он, город Номпень, столица Камбоджи.